Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я тут на днях пересматривал сериал «Ликвидация», а там есть момент, когда один из ключевых героев, Чекан, приносит своей женщине коробку эклеров. И вдруг подумал, что я не пробовал эклеров лет 15, наверное, уже. Жуть! Решил приготовить, тем более, что это совсем не сложно. Поехали! Сначала займусь заварным тестом. Для него надо вскипятить смесь молока, воды, масла, щепотки соли и ложки сахара. Муку для такого теста лучше использовать сильную. Содержание белка по крайней мере 12,5%. У меня 13. Закипело. Высыпаю муку и, убавив огонь до самого слабого, энергично перемешиваю. А если у вас кастрюля с толстым домом, то сразу нагрев выключаем. Смотрите, на дне появился налет. Это значит, что тесто достаточно подсушено. Теперь надо дождаться, когда оно остынет, по крайней мере, до 65 градусов. Вообще, я раньше, замешивая заварное тесто, всегда пользовался лопаткой. А тут подумал, что я дурю-то страдаю? У меня же кухонный комбайн есть. Так что сегодня все вымешиваю при помощи кухонной механизации. Яйца в остывшее тесто нужно добавлять по одному, тщательно вмешивая каждое. В этот раз буду использовать силиконовый лепесток. Почему важно тесто сначала остудить и потом вводить яйца? Думаю, и так понятно, да? Горячее тесто, яйца, они могут просто там свариться. Чтобы размер эклеров был более-менее одинаковый, надо разметить лист бумаги для выпечки. Понятно, с обратной стороны размечаем. Остается приложить тесто в кондитерский мешок и осадить его на противень. Выпекать их надо в предварительно нагретой духовке. Верхний и нижний жар температура 200-220 градусов. И следите за внешним видом. Если слишком быстро зарумяниваются, духовки со всех разные, то можно после первых 10 минут температуру понизить градусов до 180. И допекать не открывая дверцу при пониженной температуре. Вообще, с заварным тестом ситуация такая. Его лучше перепечь, чем недопечь. Недопеченные могут осесть. Перепеченные будут суховат, конечно, но учитывая, что все равно эклерокремом заполнять, то это не страшно, на мой взгляд. Процесс выпекания идет полным ходом, можно заняться кремом. Молоко надо довести до кипения, но не кипятить. Яйца расклошматить. Крем можно из цельных яиц приготовить, но вкуснее, когда он только из желтков. Из белков, в конце концов, можно либо яичницу без желткового приготовить, либо на безе их потом пустить. Сахар, кукурузный крахмал, ванильный экстракт. Можно заменить ванильным сахаром или ванилином, что у вас есть. Молоко закипает, значит, можно его вливать в яично-сахарную смесь. Важно действовать именно в таком порядке. Сейчас в чашке яиц много, кипящее молоко я выливаю тоненькой струйкой, быстро перемешивая все. Поэтому температура смеси поднимается равномерно во всем объеме. Если же действовать наоборот, то есть в кипящее молоко вливать яичную смесь, то первая часть этой яичной смеси в кипящем молоке однозначно свернется, сварится. Так что не перепутайте, что куда вливать. Вот теперь смесь однородная, теплая. Можно ее вернуть обратно в кастрюлю и на слабом огне, постоянно помешивая, довести до загустевания. Еще раз, огонь очень слабый. Если у вас газовая плита, то воспользуйтесь рассекателем. Или вообще лучше на водяной бане готовьте, тогда уж точно ничего не свернется. Иначе будет жалко и продуктов, и труда. Видите, отлично загустело все. Снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры. Когда остынет, в крем нужно будет ввести размягченное сливочное масло. Остыл. Самое время разобраться с маслом. Тоже очень важный момент. Не стоит в еще теплой крем масло водить. Оно растает, и тогда крем не будет такой шелковистый, какой должен быть. Текстура будет абсолютно другая. Замечательно. Эклеры остыли, можно заполнять кремом. Кстати, давайте посмотрим, что там внутри. Если у вас там кучка поперечных пленочек осталось, значит, вы эклеры не допекли. Сначала надо проделать отверстие, через которое буду заполнять все. Супер! Может было бы оставить и так, кто хочет еще и шоколадом украсить. Не надо его растопить. Можно на водяной бане, можно в микроволновке, кому как удобнее. Только в микроволновке греем по 10-15 секунд, не больше. Но в промежутках перемешиваем, чтобы равномерно все грелось. С шоколадом можно обойтись по-простому, просто растопить и все. А можно по-правильному, то есть темперировать его. Дело в том, что какао-масло, которое в шоколаде содержится, может при комнатной температуре находиться аж в шести разных видах кристаллической решетки. Из всех этих видов, из всех этих форм при комнатной температуре не плавится только кристаллическая решетка типа альфа и типа бета. Вот чтобы нам получить в результате шоколада именно с такими видами кристаллической решетки, его нужно сначала нагреть до той температуры, когда все виды этих решеток расплавятся. Затем остудить до того момента, когда начнут образовываться все типы кристаллических решеток. А потом снова нагреть до той температуры, когда все виды решеток, кроме типов альфа и бета, растопятся опять. То есть греем до 50 примерно, затем охлаждаем до 28, и затем снова греем до 31-32 градусов. Эти температуры верны для темного шоколада. В моем случае я весь объем шоколада нагрел, затем две трети снова охладил на столе. И затем вот эту вот остывшую часть верну к горячей одной трети шоколада. И перемешаю. Вот и все темперирование вкратце. Проверка. Темперированный шоколад кристаллизуется вот так вот на лезвии примерно за одну минуту. Кроме того, он еще и блестит, когда застынет. Можно не заморачиваться с темперированием, если вам лень, но тогда придется хранить ваши готовые эклеры в холодильнике. В принципе, не страшно, все равно эклеры желательно в тот же день стрескать. Ну, видите, отличный темперированный шоколад. Если с первого раза не получилось, не переживайте. Процесс темперирования можно повторить еще разочек. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вы видели. Самое сложное здесь – это разбираться с шоколадом. Если вы хотите, эклеры с шоколадом. И если вы хотите, чтобы он при комнатной температуре не таял. Он был вот такой вот, застывший, тверденький. В остальном вообще никаких проблем. Давайте пробовать, что у меня получилось. Смотрите, обалденно. Куча крема классного, нежного, свежеприготовленной эклеры. Это сказка. Нет, конечно, если рядом с вашим домом есть непрекрасная кондитерская, где готовят эклеры, то тратить самостоятельно своих 30-40 минут на приготовление этого дела не стоит. Но, если эклеры, мягко говоря, не акси, на маргарине вместо масла еще какое-нибудь безобразие, то сделать даже без шоколада вообще вопросов нет. Быстро, элементарно, просто. Так что, приготовьте. Будете довольны. Однозначно. Огромное спасибо за лайки. Если что-то не понравилось, не стесняйтесь. Пендюри мне дизлайк. Всем пока.